Продолжение следует... 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 Вот нашла где-то. Вот, хорошо. Вот сейчас у вас как раз таки зазвучала голова. Фальцет нужно развивать. Сам по себе фальцет, вот сейчас он звучал, он такой. Ну, так я не пела. Вот такой он, не и, а и, потому что негде выйти, потому что все в голове. Что сделать, какой приемчик можно использовать, чтобы нам сделать фальцет максимально громким? Нам нужно просто усилить, усилить громкость. Вообще, перепада между грудью и головой, вот такого, как дисбаланса, например, мы перелепили в груди, там и-и-и-и-и-и, переходим. Вот, чтобы такого не было, что зрители, слушатели понимали, что ага, все, не может она, она пошла в голову. Нужно просто сразу же максимально заставить себя, как только мы переходим в голову, усилить звучание, прибавить громкости, так сказать. Вот, если мы это сделаем, соответственно, у нас будет меньше перепад, вот это вот в янке мы не окажемся, потому что сам, по сути, грудной, он гораздо ярче и сильнее, чем головной, купольный, фальцетный голос. Он закрытый, он скованный очень. Соответственно, он в любом случае таким громким, мощным он никогда не будет. Вот теперь мы оказались в голове. Как продолжить дальше, чтобы пойти по нашему диапазончику на расширение? Нам нужно теперь принять масочку, маску головного пения, то есть маленечко удивиться. И губки при этом чуть-чуть вытянуть вперед. Если мы пели МИ, И, И, у нас была артикуляция, а сейчас мы МИ. Ми, 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 ми. Не идет. Еще. Еще попробуем. Хорошо, хорошо. Да, вот эта самая верхушечка, это очень даже такая интересная нотка, которую не каждый берет, да? Мы попробуем ее, чтобы еще до нее дотянуться больше, мы попробуем ротик еще больше округлить. То есть у нас будет не И, а будет как О. Пробуем. Давай мы сейчас снизу начнем. Снова. Отсюда, давай, вот отсюда. Поехали. И открываемся. Вот, и здесь, и здесь можно было. Вот это вот, наверное, пока что предел. Вот для первоначального прослушивания вот это пока предел. И то, он звучал. Если бы его не было, он бы был... Его бы не было. Его бы никак просто. А он звучал, но он звучал очень не смело, не напористо. Я остеялась. Если округлить, да, то она получится, она получится. Но еще, еще маленький плюс, раскрытие такой секретик. Как получить нотку более устойчивой? Животик, вот который мы брали, да, вдох в диафрагму. Его нужно в себя. Это то, что касается у нас, как перейти в голову, как удержать там звук в голове. А мы попели сейчас носовым резонатором, который потом в будущем он пригодится. И попели грудным. В принципе, вот эти упражнения, это первоначальные упражнения для разогрева связок. Обязательно они в каждом занятии, они должны стоять на первом месте. Потому что, когда приходят вокалисты, которые не разогреты, и сразу идет на сцену, начинают исполнять репертуар свой, то, конечно, может быть очень дискомфортно и не настолько качественно будет звучать голос. Продолжение следует...